Пока ребята беззаботно наслаждались летними каникулами в республике, готовились к новому учебному году, специалисты побывали во всех учреждениях образования, проверяли качество ремонта, исправность газового оборудования и антитеррористическую защищённость. В один из таких рейдов отправилась и наша съёмочная группа. Мы обмыливаем соединение, чтобы проверить на утечку газа. В школе «Ерудит» два года. В котельной новое оборудование. Тем не менее, специалисты тщательно проверили каждую пломбу и индикаторы перепада давления. Замечаний нет. Не нашли нарушений в школе-интернате на Гастелло. Все системы работают в штатном режиме. При утечке газа срабатывает сигнализатор загазованности, а после электромагнитный клапан прекращает подачу газа. Чтобы избежать неполадок, специалисты регулярно проводят профилактику оборудования во всех учреждениях образования республики. Никогда оборудование газового не остаётся без присмотра. Техническое обслуживание газопотребляющего оборудования в данных учреждениях включает в себя текущий ремонт, капитальный ремонт, наладка и настройка оборудования для безопасного, безаварийного и бесперебойного работы в текущий период. Готовность школ к учебному году проверили сотрудники Росгвардии. Пристальное внимание системе видеонаблюдения, работе турникетов и тревожной сигнализации. «При нами был проверен паспорт безопасности, также работоспособность к кнопке тревожной сигнализации, видеонаблюдение. Видеонаблюдение в данной конкретной школе было исправно. Оно охватывает полностью периметр, внутреннее помещение, система оповещения, также пожарная безопасность». В 25-й школе к безопасности учеников относятся ответственно. На входе стоит рамка металлоискателя. По всей территории и внутри помещений – камеры видеонаблюдения. Ко дню знаний учебное заведение готово. «В начале учебного года проводим сначала все мероприятия, которые касаются с педагогическим составом. Далее мы продолжают наши педагоги, получили свои задания, продолжают эту работу по безопасности в детских коллективах, в классах. Проводят классные часы, мероприятия. Мы проводим ежегодно 2-3 тренировки по эвакуации, по безопасности». «Уже завтра в школах республики начнутся занятия. И ответственные ведомства сделали все, чтобы ребята учились в комфортных и безопасных условиях». Зоя Тараева, Игорь Войцуховский, Бимбулат Зуцев. Специально для программы «В итоге».